Дизайнер Артемий Лебедев, снявшийся в ролике канала РТ о голосовании по поправкам в Конституцию, заявил, что советует не ходить на голосование. По его словам, он участвовал в записи видео до того, как в предложенных поправках в Конституцию появилась статья об обнулении президентских сроков Путина. Что ж, хитро, но на самом деле не очень. Как будто Артемий Лебедев не знает, что он всего лишь инструмент достижения цели без всяких прав. Ни один здравомыслящий человек не может одобрить подобную хуйню ни под каким соусом в тексте Конституции, пишет Лебедев. Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в Конституции. Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратился в мумию, но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции. В принципе, я всегда против любых выборов, но в данном случае я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Сегодня я чувствую, что меня слегонца подъебали, добавляет дизайнер. Не слегонца Артемий, не слегонца. Тем временем 192 региональных и муниципальных депутата из 26 российских субъектов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию страны. По мнению авторов обращения, предлагаемые поправки несовместимы со свободной и демократией, достоинством и правами человека. Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни. Изменение Конституции России, предложенной Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу мы имеем дело с попыткой государственного переворота. Главная и по существу единственная идея этого изменения – сохранение надолго до конца жизни Путина существующего в России устройства жизни, бесправия, лжи и несправедливости государства, спрятано за многословием декоративных обещаний. За поправками, обнуляющими сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему. Власть одного человека и его приближенных держатся на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти – тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом. Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны. От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся, мы открыто заявляем о своем категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отдавать наше будущее и будущее наших детей временщикам, задержавшимся на десятилетия. Мы чувствуем поддержку большинства граждан России. Россия будет свободной, говорится в письме. Фонд борьбы с коррупцией провел опрос, касающийся мер борьбы с коронавирусом среди жителей России старше 18 лет. Что россияне думают о рисках, связанных с коронавирусом и о том, как власти справились с эпидемией, как они относятся к Путину и Навальному? Сейчас узнаем. Первый вопрос был сформулирован так. Как вы оцениваете экономические меры поддержки населения, которые ввели президенты правительства? Больше половины избирателей утверждает, что этих мер было мало. 34% считают меры достаточными. Экономическое положение вашей семьи изменилось или не изменилось в связи с эпидемией? Здесь также голоса разделились поровну. Положение почти третьей опрошенных изменилось значительно. Как вам кажется, нужно или не нужно правительству РФ осуществлять прямые выплаты населению во время эпидемии? 87% людей, конечно же, согласны с тем, что выплаты нужны. Программа «Пять шагов» предлагает осуществлять выплаты из резервного фонда гражданам РФ и отказаться от платы за ЖКХ в период карантина, отменить на год налоги для малого бизнеса. Вы бы скорее поддержали принятие такой программы или скорее не поддержали? 72% опрошенных поддерживают данные шаги. Но на самом деле было бы странно, если бы не поддерживали. Как вам кажется, президенты и правительства контролируют ситуацию по борьбе с коронавирусом? И здесь 68% отвечают «Да, всё под контролем». Как вы оцениваете меры, которые приняли президенты и правительства по борьбе с эпидемией коронавируса в России? Только 29% опрошенных считают, что путинских мер достаточно. При этом вдвое меньше людей видят меры избыточными. А дальше интересный вопрос, ответы по которому часто противоречивы. Одни говорят, что опасность переоценена, другие, что коронавирусная пандемия – реальная опасность для жизни и здоровья. С какой точки зрения, с первой или второй, вы скорее согласны? Треть опрошенных считают, что опасность переоценена. Почти две трети – реальная опасность. Здесь хорошо прокомментировал Алексей Навальный. Это, наверное, одна из самых страшных цифр этого опроса. Понятно, что ни о какой эффективной борьбе с эпидемией не может быть речи, если каждый третий считает угрозу несуществующей и придуманной, и, следовательно, не готов следовать рекомендациям врачей и мерам безопасности. Ковид-диссиденты и ковид-отрицатели есть, увы, почти в каждой стране, но почти везде они составляют маргинальное меньшинство. Треть – это очень много. И воспитала эти десятки миллионов ковид-диссидентов в основном российская пропаганда, которая в течение всего января, февраля и марта, рассказывала о том, как не страшен коронавирус, чтобы любой ценой спасти путинское голосование по поправкам 22 апреля. В итоге и голосование не спасли, и эпидемию упустили из-под контроля, и справиться с ней не могут, потому что слишком многие повелись на пропаганду и не верят ни в какую эпидемию. Вообще известно, что эффективно победить коронавирус смогли страны с высоким уровнем доверия между властью и обществом, где правительство сказали людям – посидите дома, поверьте нам, мы знаем, что нужно делать, а мы дадим вам денег и окажем всю необходимую поддержку, чтобы вы безболезненно перенесли карантин. В России же никакого доверия между властью и обществом нет, и в ответе на следующий вопрос это проявляется очень ярко. Вы скорее доверяете или не доверяете государственной статистике на тему заболевания коронавирусом? Половина опрошенных не доверяют официальной статистике, и здесь я не соглашусь с Навальным, которым считает, что это много. Когда при текущем раскладе половина жителей все еще слепо доверяет власти, это странно. Путин уже щелкает всех по носу, совершенно не скрываясь, и все равно ему верят. Наверное, очень обаятельный человек, раз 20 лет к ряду можно так разводить народ и получать свои политические очки. И, наконец, давайте посмотрим отношения опрошенных к нему и Навальному. Опишите, пожалуйста, ваши отношения к Владимиру Путину. 57% положительно относятся к ВВ. Есть у меня подозрение, что это банальный страх. Но пусть будет так, время покажет. 18% относятся отрицательно, пока это самый низкий рейтинг Путина за всю историю опросов ФБК. Опишите, пожалуйста, ваши отношения к Алексею Навальному. 12% опрошенных относятся к Алексею положительно, 24% отрицательно. Мне, со стороны, конечно, довольно интересно анализировать эти результаты, ведь, если по-хорошему задуматься, а за что плохо относиться к Навальному? Он чиновник или при кормушке? Нет. А может быть, занимается антинародной деятельностью, чьи-то жизни губит, разжигает ненависть? Вроде нет, страдают, разве что только коррупционеры, вынужденные трястись за свое положение. Задумаешься тут? Будем следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok